В этом выпуске передачи «В спортивном темпе» я расскажу о беге на длинной дистанции на примере забега чемпионата «Здоровый как лось». Лоси и лани бегут на гору Еремель уже в седьмой раз, и число их с каждым годом увеличивается. Проходит забег на дно из красивейших горных троп республики посреди древнего реликтового леса. Самому пожилому участнику этого забега 72 года, а длина дистанции составляет 26 километров. Этим я хочу сказать, что бег – это самый демократичный вид спорта и доступен каждому. Даже марафон, бежать который надо 42 километра, под силу преодолеть почти любому человеку после нескольких месяцев тренировок. Наверняка многие из вас имели планы заниматься бегом, имея цель улучшить фигуру и поправить здоровье и правильно. Бег – это естественное состояние для человека. Человеческий организм создан для бега на длинные дистанции. У нас мало меха и много потовых желез. Это обеспечивает лучшую терморегуляцию. Мы бежим на двух конечностях. Это снижает энергозатраты. В нас гены охотников, которые могли загнать любого зверя в полуденной саванне. Именно эти гены позволяют некоторым бегать не просто марафоны, но ультрамарафоны, дистанции в 100 или 200 километров. Иначе говоря, бежать могут все, это у каждого в крови. Кроме того, бег – это оптимальный способ потерять лишний вес, улучшить здоровье, затратив при этом минимум средств. Все, что нужно для того, чтобы начать бегать – это пара легких кроссовок. До начала занятий требуется пройти медосмотр. Очень редко, примерно в одном проценте случаев, могут быть медицинские противопоказания. На сегодняшний день бег остается одним из самых эффективных способов целенаправленной тренировки сердца. Он активно способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, активизирует метаболизм сердечной мышцы, предупреждая склеротическую закупорку сосудов и инфаркт. Целенаправленные тренировки в беге приводят к снижению пульса, как при выполнении физических нагрузок, так и в состоянии покоя. Это нормализует кровяное давление, которое обычно имеет тенденцию повышаться с возрастом. Бег должен быть умеренным. Тренировка сердечной мышцы не приветствует перенапряжение. Лучший индикатор правильных тренировок – это удовольствие. Не нужно ставить рекорды скорости бега и его дистанции. Ориентироваться необходимо только на время бега. Никогда не бегайте несколько дней подряд. Во время бега связочный аппарат подвергается серьезной нагрузке и нуждается в послетренировочном восстановлении точно так же, как и мышцы после тренировки. Поэтому между днями бега необходимо делать как минимум один день отдыха. Купите себе соответствующую обувь. Имейте в виду, что все кроссовки имеют свое целевое предназначение. Одни из них предназначены для футбола, другие для баскетбола, волейбола и так далее. Вам нужны кроссовки для кроссового бега. Опасность бега заключается в том, что он создает ударные вибрации для позвоночника. Поэтому купите себе качественные кроссовки на толстой и упругой подошве. Желательно с особым приспособлением, позволяющим дополнительно обжимать ступню за счет подкачки воздуха. Верно выбирайте одежду. Правила здесь таковы. В жару одевайтесь легко, а вот в холод наденьте несколько тонких маек или футболок вместо одной или двух толстых и теплых. Так как когда вы только выходите из дома, вам возможно будет холодно. Однако в той же одежде в конце дистанции вполне вероятно станет слишком жарко. Выбирайте поверхность. Две вещи одинаково вредны при беге. Слишком мягкий грунт и слишком твердый. Не следует бегать по песку и по асфальту. Также не следует взбегать в гору и сбегать с нее. Перепады высот при беге отрицательно сказываются на коленных суставах. Идеальным для бега можно считать слегка утоптанную лесную тропу. Научитесь расслабляться. Во время бега работают мышцы ног, но что происходит с остальной мускулатурой? Понаблюдайте за собой и вы увидите, что мышцы плечевого пояса у вас напряжены. Это обычная реакция новичка. Сознательным усилием расслабьте плечи, верх спины, шею и грудь. Если это у вас не вышло, значит вы бежите слишком быстро. Замедлите бег и добейтесь нужного расслабления. Никогда не бегайте с травмой. Если вы получили даже небольшую травму, например, слегка растянули сухожилия, ступни, или ощущаете всего лишь дискомфорт в области каких-то связок, не бегайте. Замените бег плаванием или прогулкой на велосипеде. Запомните. Боль при беге исключает бег. Слабая физическая подготовка и невозможность длительного скоростного бега – это типичные проблемы начинающих бегунов. Если это актуально и для вас, попробуйте начать с чередования бега и ходьбы. Специальная беговая программа для начинающих – это 12-недельный цикл тренировок, помогающий адаптировать организм к возрастающим нагрузкам. Идеально подходит она и тем, чье здоровье нельзя назвать безупречным, а также бегунам в возрасте старше 40 лет. Программа, чередующая бег и ходьбу, подразумевает пробежки 2-3 раза в неделю с интервалом в 1 или 2 дня. Недопустимо бегать несколько дней подряд, а затем забывать о пробежке до следующей недели. Постарайтесь распределить тренировки равномерно. Для пробежек выбирайте маршруты без уклонов и подъемов, например, дорожки в парках или скверах. Подойдет школьный стадион или ровная проселочная дорога. Для новичков в беге оптимальным вариантом будет чередование бега и ходьбы. Занимаясь по данной беговой программе, не забывайте следить за пульсом. Чтобы его измерить, не нужно останавливаться. Достаточно перейти на ходьбу. Измеряйте частоту пульса на запястье или сонной артерии. Посчитайте количество ударов за 10 секунд и умножьте результат на 6. Впрочем, можно ориентироваться и на показатели за 10 секунд. В норме параметры пульса должны быть таковы. Пульс после ходьбы до 120 ударов в минуту или до 20 ударов за 10 секунд. Пульс после бега до 150 ударов в минуту или до 25 ударов за 10 секунд. Если вы молоды и здоровы, а тренировки по типу «бег и ходьба» выбрали исключительно из-за нежелания бегать в монотонном режиме, допустимо учащение пульса после бега до 180 ударов в минуту или чуть более. После 12 недели постепенно переходите на сплошной бег, занимаясь 2-3 раза в неделю по 30-40 минут. Но не перегружайте организм. Если чувствуете себя неважно или на улице откровенно плохая погода, занятие лучше отложить. Не стоит бежать на пустой или переполненный желудок. А чтобы пробежка не была в тягость, найдите себе спутников, разделяющих ваш интерес к бегу. Беговая программа для начинающих поможет любому новичку почувствовать себя более уверенным и плавно перейти к стандартным пробежкам. И помните, самое важное это получать удовольствие от бега, ведь это отличный способ поднять настроение и поддержать здоровье. Внимание, конкурс! У тебя остались видеозаписи красоты Ремеля и его окрестностей с одного из твоих походов. Тогда загружай свое творчество на баштюб.ру и оставляй ссылку на форуме передачи по адресу youtube.ru. Победителей ждут призы от телеканала и супер-приз от компании «Роза ветров». Путевка в горный приют у подножия горы Ремель. Заявки принимаются с 12 июня по 3 июля. Те из вас, которые часто смотрят в спортивном темпе, наверное, заметили, что создатели и спонсоры этой передачи неровно дышат Кремелю и прочим красотам Южного Урала. Мы рады видеть вас на горных тропах. Однако, друзья, поскольку эти места в связи с развитием дорог становятся все более доступными, просим вас вести себя ответственно. Убирать за собой мусор, тушить костры и не врубать музон на всю громкость. На этом все. Физкульт пока и до скорых встреч.